Всем привет! Сейчас я хочу рассказать, в какой ситуации сейчас наша собака, и попытаюсь дать вам совет, чтобы такого не произошло, как сейчас собака в этой ситуации нашей. Объясняющую суть. В общем, у нашего дэйка непроходимость кишечника, и мы делали операцию, потому что он весь трясся, его просто рвало, постоянно тошнило, у него просто болел сильно живот, и мы просто не понимали, в чем причина. Потом туда отвезли его в ветеринарную клинику, в ветеринарную клинику. Сейчас мы его, он уже тут, с мамой сидит. Там уже после операции немного поправлялся с тобой. Значит, он съел свою любимую игрушку Доклая. Это была его уличная игрушка, как кольцо такое, оранжевое, маленькое еще такое, еще не маленькое. Оно размером с его голову почти, может даже больше. Но факт в том, что от этой игрушки злосчастную мы уже избавились, но он успел ее съесть. И именно из-за этого просто у него появилась непроходимость кишечника, и у него иногда был запор из-за этого. Или наоборот по носу, то есть нормально вообще ничего не выходило. Или уходило через пасть. В общем, сейчас он уже лечится потихонечку, и если все будет хорошо, то... Ну, если и так будет все хорошо, но если очень быстро будет все хорошо, то тогда ему уже не надо будет ставить пепельницы, и ему с ним лучше выйти 14 марта, да мама? Да. Да. Вот. Сейчас назову симптомы, если у вашей собаки вдруг непроходимость кишечника, то первый симптом – это вашу собаку начинает очень сильно трясти. Он весь трясется, ему никак не улечься, потому что у него будут даже уши трястись, как в нашей ситуации. Потом его постоянно будет тошнить, он будет постоянно облизываться, в общем, все самое неприятное. И его будет просто рвать. Ваша собака будет спать, а потом он может хоть в час ночи встать, и его может вырвать на вашу кровать еще куда-нибудь. Он будет очень сильно рвать. Потом у него будет болеть живот. Это просто непереносимая боль, потому что уже по его состоянию это было видно. Мы не можем почувствовать, какую он боль испытывал, но только можем сказать, что она была у него правда сильная. И мы так сильно за него все переживали, и мы очень сильно плакали, когда узнали то, что у него такая вот болезнь есть, и то, что ему придется собираться делать. Но наш дик очень сильный, он поборол свою болезнь, точнее, врачи молодцы тоже, очень спасибо им большое. Но он очень сильный. Он сразу после операции, через 15 минут он уже стоял на рогах. Он проснулся, и он просто, я думаю, почувствовал такое облегчение, потому что, представьте, если у вас в желудке какая-нибудь резина, и это вам все давит, это больно. Вот примерно то же самое испытывал дик. То есть это вообще просто что-то с чем-то. Поэтому, пожалуйста, берегите своих собак. И не только собак, будь то рыбка, кошка, я не знаю. Вот просто берегите себя и своих животных. А вот это сосед Дейчика. Собака. Сказали то, что она беспородная. Просто сквозь клетку никак не снять, что придется туда. И ее зовут Ваня. Да. Эта девочка, ее зовут Ваня. Очень хорошее имя для девочки Ваня. И она очень сильно ревнует, когда подходит не к ней, не ее проверять сразу, а Дейка. Дейка просто более серьезный случай, как нам сказали. И подходит сначала к Дейку, а потом уже к ней. И ей это очень нравится. Говорят, что она тут такое, я понимаю. Она очень красивая. Ну, Ленка, и красивая. У меня тут корм. Тут совсем очень хорошо ухаживает. Мы в этом убедились. Сипачка. Я бы тебе губка поднялась. Сейчас покажу Дейчик. Как он самый хороший. Он просто тут спит. У него тут крапельница. Тут все как надо. У нас сейчас лежит. Вот так. Привет, малышка. Привет. И скоро тебя домой заберем. Я думаю, он будет счастлив. Он не очень любит попериться в незнакомых ему местах. Сразу считает. Ну, впрочем, что и сейчас. Ну, сейчас он, конечно, после операции, но ему все же не очень нравится попериться в незнакомых ему местах. Он, конечно, дома всегда лучше. Чего в конец подышим? Это все потому, что у него тут капельница стоит. Естественно, втыкать все надо. Это вот просто немного пошло. Но сейчас уже все хорошо. Он поправляется. У него, как я уже говорила, швы снимут, ну, которые на желудке снимут ему уже 14 марта. Это уже будет ему получше. Примерно в этом времени. И я хочу, чтобы это произошло уже поскорее. Но я хочу видеть еще дома здоровую собаку. Здоровая маленькая, здоровая мальчика. Да, Дарьяка? Дарьяка. Хм. Сволнышко мое. Мальчика. Хм. Короче, собаку мы не забрали. Потому что ему еще лучше поднадься в больнице и подделать капельницы. Да. Сейчас продолжу съемку в машине. Как я уже говорила, собаку моей не забрали. Это все потому, что ему лучше всего еще один день побыть в больнице. Процедуру. Да, про процедуру, как папа сейчас сказал. Сейчас мы уже едем обратно, к сожалению, без собаки. Но может и к счастью, потому что ему все-таки лучше процедуру еще поделать. Вот. Папа сказал, что мы будем забирать собаку уже завтра. То есть в среду. Сейчас в вторник, потому что 28-й день рождения. В его день рождения. Да. Это, скажем, еще один день рождения. Да, второй день рождения уже будет. Да. Да. Да, значит, так. В общем, скорее всего, я просто сделала отдельный видеоролик, когда мы забираем его из больницы. Я думаю, что он будет безэмоционален, потому что он все-таки еще отходит. И он сегодня, естественно, после операции не смог даже нормально хвостом помахать. Это значит, что он еще, естественно, отходит. Но это уже большой прогресс. Ну что так. В общем, сейчас едем домой. И на этом наш видеоролик заканчивается. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И до новых встреч.